Одним из основных вопросов, которые рассмотрели на собрании, это выбор нового председателя Союза журналистов Полевского. Кандидатур было несколько. Единогласным решением новым секретарем была назначена Ольга Тупицына. Она начала свой трудовой путь после школы в редакции радиовещания Северского трубного завода. После окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета по распределению уехала в газету «Советское Заполярье». Около 15 лет работала в городских газетах «Рабочая правда» и «Диалог». Последние 14 лет ее творческая биография связана с пресс-службой Северского трубного завода. Работы в должности секретаря много, а задачи Союза журналистов очень важны для нашего города. Союз журналистов призван как творческий союз работать таким образом, что все вместе мы должны решать единую задачу, причем решать ее объективно, квалифицированно, правдиво о жизни нашего города и тех людей, которые может быть живут за пределами его. Также был избран актив Союза журналистов, который будет координировать работу организации. Туда вошли Олег Ермолаев, Маргарита Гундина, Наталья Вишнева и Светлана Кармачева. Уже предстоит организовать празднование юбилея газеты «Рабочая правда», который будет в январе. Сделать этот юбилей красивым и сделать его, наверное, хорошим именно потому, что это самая старейшая газета города Повецково, что с нее начиналось, что в других коллективах творческих городов работает много людей, вышедших из рабочки. Вот мы попытались своими силами составить список людей, кто работал в «Рабочей правде», да, кто когда-то в ней работал, и теперь уже их нет с нами, этих людей, чтобы мы, когда начали писать, возможно, или это будет сценарий для фильма, но в любом случае сценарий для вечера, теплого, он все равно будет. Мы никого не должны забыть. «Рабочая правда» – самое первое издание в Полевском, поэтому требуется серьезная подготовка. Договорились о том, что на следующей встрече уже будут представлены идеи. Сейчас уточняются списки тех, кто работал в «Рабочей правде». Игорь Соколов, Сергей Чижов, Алексей Карипанов. Новости Полевского.